Возможно, мы работаем как-то не очень хорошо, что нам приводят таких экспертов, но будем надеяться, полезен этот эксперт будет прежде всего большой аудиторией программы «Новое утро». Поговорим сейчас про то, как устроиться на работу. Если есть у вас сейчас такая возможность, потребность в этом, чтобы это все прошло успешно, нужно внимательно послушать Светлану Николаевну, главного бухгалтера и аудитора. Доброе утро. Доброе утро. А есть какие-то секреты? Ну надо же, чтобы просто повезло. Нет. Нет? Нет. Главный секрет, вернее не секрет, а успех того, чтобы найти себе хорошую работу, это грамотно составить резюме. А грамотно это как? Ну, начнем с того, что изначально, когда мы рассматриваем резюме, мы смотрим на фотографии. Фотография должна соответствовать той должности, той работе, на которую претендует человек. Если вы программист, то фотография должна быть с ноутбуком, как вы работаете. Ну, как минимум. Или просто в деловом стиле. Это не должны быть фотографии с отдыха, с пляжа. С голодом толстом. Не как ты прислал нам редакцию, мы тебя три года и не брали, поэтому. Не лежащего человека на диване. Я прислал. Потом, что, с развлекательных заведений. Конечно, фотографии красивые. Ну, последние апогеи, это, конечно, в резюме фотографии с ушками, там, с носиком. С масочками, с масочками разными. Это реальный же кейс, если вы говорите, это не выдумано. Да, реальный, это я перечисляю. То, что люди действительно присылают вот такие резюме, вернее, с такими фотографиями, и претендуют на работу вполне серьезную. Поэтому, если к фотографиям нужно подходить более ответственно, потому что уже на данном этапе с такими фотографиями, ну, уже резюме не проходит. Потому что даже если посмотреть более ответственно уже по резюме, уже, судя по фотографии, уже человек дисквалифицирован, скажем так. То есть, первое, на что обращают внимание, это фотографии, дальше уже будут ваши резюме читать или нет, зависит от того, какая фотография будет. Начинаем читать резюме. Что нужно там обязательно указать, а что не указывать? Второй пункт. Когда мы составляем резюме, нужно указывать должность одну, а не через запятую. Это уже в глазах работодателя выглядит, что человек, как бы, ну, понятно, что он может и это, и это, и это, но он же написал, откликнулся. На определенную вакансию, и у работодателя складывается впечатление, что, ну, этот человек не очень, как бы, скажем, компетентный. И поэтому в данном случае просто свои навыки по определенным вакансиям вы можете просто ниже указать. А лучше всего, естественно, резюме составлять, это 90% успеха, резюме составлять под конкретную вакансию. Вот. Ну, мой совет, скажем так, просто зеркалить данную вакансию. И тогда, имея приличную фотографию и практически те же данные, уже работодатель, ну, 90% откликнется. Ну, то есть берем то, что написали в объявлении, да, какие навыки там, знания ПК, и мы берем в резюме себе тоже уверенное знание ПК. А вот в связи с этим вопрос, а можно ли привирать в резюме? Ну, смотрите. Я не говорю привирать. Есть здравый авантюризм, скажем так. Мы перечисляем свои, скажем, перечисляем свою квалификацию, свои знания, все это, например, если у работодателя есть еще дополнительные условия, мы смотрим, можем мы это освоить в кратчайшее время или не можем. Если, конечно, есть там запросы, английский язык, это понятно, что за неделю его никак не выучить. А переводчики есть. Раз открыл, и все. Микронаушники опять же. Есть вакансии, где в прямом эфире общаются. Да, да, звонки. Поэтому тут это уже будет действительно обман. Нужно ли указывать весь свой предыдущий опыт работы, начиная там со школьной скамьи, где ты что подрабатывал, и дальше 45 лет карьеры? Обязательно, обычно указывают три последних места работы, да. Три последних места работы указывают. Обязательно указываем то, где мы учились, какие дополнительные образования мы имели, и указываем там дополнительные свои еще обучающие программы, чтобы работодатель знал, какой специалист к нему обращается. А если грамоту мне давали, надо указать? За лучший аппетит. Ну это в достижениях можно указать. В школе у меня много грамот было. А в школу-то навряд ли вас оценит вашу грамоту. Нет, ну там с печатью все серьезно, а с печатью директора было. Ну это понятно, но только к работе это отношение будет какое иметь. Да, согласен. А дальше, если мы доходим до этапа собеседования, как отвечать на вопрос, ну не самые такие простые, удобные? Спрашивает тебе работодатель, а вот ты молодая, красивая, замуж вышла, ты сейчас у меня в декрет уйдешь. Как на это отвечать? Ну, в основном работодатели это не спрашивают. Они это и так понимают. Они просто тебя не берут за вето. Они и так это понимают, что каждый может уйти в декрет. Даже мужчины, бывает, уходят за ребенком. Да, мы переживаем за Руслана. Да, даже мужчины уходят в декрет по уходу за ребенком. Но самое главное при собеседовании, когда спрашивают такой вопрос, почему вы уволились с предыдущего места работы, самое главное не говорить плохо о предыдущем работодателе, плохо о коллективе, это уже характеризует человека как скандалиста, скажем так. А как тогда? Неужели я такой плохой им хорошим не подошел? Ну, можно сказать, уровень зарплаты, захотелось побольше, захотелось сменить отрасль, развитие, например, может, рядом с домом захотелось работать. Можно придумать разные варианты, но ни в коем случае не говорить, что... Сейчас сложнее стало устроиться на работу в условиях оптимизации, кризиса, сложностей на всех предприятиях, увольнений, сокращений в том числе. Новую работу сейчас найти тяжелее, чем по месяцу? Ну, вот, согласно того, что мы все в социальных сетях, обращаются вот мои, скажем так, подписчики за помощью, ну, и устраиваются, кстати, и без опыта устраиваются. Просто мы грамотно составляем резюме, и человек устаривается на работу. Поэтому я считаю, что было бы желание, устроиться можно всегда. Поэтому мы желаем, чтобы у вас это желание появилось, и вы нашли ту работу, которая вам максимально подходит. А если оттуда уволят, пересмотрите еще раз этот эфир, и все сначала.